Стиль, комфорт, качество. Модные штучки, бутик для ярких современных девушек. Подобрать для себя вечерний, повседневный или демократичный образ здесь не составит труда. Также просто можно выбрать удобную и элегантную сумку к любому случаю в вашей жизни. Тем более, что в бутике проходит акция. Покупаешь вещь более чем на 1000 рублей, получаешь гарантированный подарок на любой вкус. Академия индустрии красоты «Стандарт» – выбор дальновидных людей, знающих толк в профессиональном обучении. Парикмахер-универсал, визажист, персональный стилист, косметолог, мастер ногтевого сервиса, администратор и управляющий салоном красоты. Эти профессии вы можете освоить в кратчайшие сроки и на высоком уровне. Обучение в Академии «Стандарт» – ваш шанс для получения доходной профессии в фэшн-индустрии. Сети Амура в тюрьме. Да, дорогие телезрители, мы поместили наших участников в настоящую тюремную камеру и дали 25 минут на побег. Выбраться из заключения им поможет элементарная логика умения прислушиваться друг к другу и работать в паре. Сначала возникает страх, а потом просыпается интерес. Действительно ли так живут ЗК? Рисунки бывалого кольщика на стенах, шконка и решетки на окнах. Антураж бесподобен, а музыка в стиле шансон дополняет атмосферу. Первыми вкусить в тюремную жизнь отправились Олег Романов и Дарья Гуляева. Дарья Гуляева Как бы не так, это только половина квеста. После долгих метаний по камере и бессмысленных споров, найденные предметы Олег и Даша применять не пробовали, не успели. Поэтому за все 25 минут они смогли открыть только одну дверь. Для этой пары побег из заключения оказался неудачным. За это испытание они получают ноль баллов. Ну давайте, высказывайте свои отговорки, почему вы не смогли сегодня пройти этот квест. Да что-то как-то сразу запутались и все, с этим подсказками. Ну да, запутались. Ключей просто очень много сразу, как-то непонятно было. У нас голодом это совершенно другом, более серьезном. Постарение решения более таких проблем в отношениях. Вторыми попытались совершить побег из Курганского шоушенка Иван Тимофеев и Анастасия Васильева. Здесь точно нет. Я украли здесь. Здесь тоже нет. Да. Но попытка Ивана открыть железную дверь не увенчалась успехом. Тем более, что молодые люди были очень далеки от разгадки. А все потому, что не сумели работать в тандеме. Каждый был сам за себя. За этот эгоизм пара не получает очков за это испытание. Почему у вас не получилось? Все же просто. Да потому что первый раз здесь, поэтому не получилось. Денис и Аня с первых же секунд разделили обязанности. Аня ответственная за шифры и коды, а Денис за поиск подсказок. Сказал Денис со знанием дела. Вот только знает ли он, куда это применить? Физическую силу прикладывать не нужно. Теряете ценное время, господа. Сейф взломан, половина подсказок найдена. Молча, но очень уверена, пара движется к свободе. Время вышло, Аня и Денис еще внутри. Они настолько близки были к разгадке, что мы решили проверить, смогут ли они все-таки выйти из комнаты. Я могла бы засчитать вам баллы за это испытание, но, к сожалению, вы превысили лимит времени аж на 5 минут. Почему так? Мы сильно долго не могли догадаться, что нарисовано на стене. Причем Денис догадался, что-то. Ну, поздно догадался. А вообще какие эмоции вы получили? Адреналин. Более эмоций вообще. Стряска для мозга. Очень круто. Друг без друга вы справились бы? Я думаю, нет. Я думаю, что мы дополняли только мозгами. Несмотря на то, что пара не вышла вовремя, за смекалку и вполне логичные действия мы присудили участникам один балл. Следующими на нары отправилась пара Жени и Сони. Чалиться в заключении им предстоит 25 минут. Осталось 10 секунд, и ключ почти в руках у Жени. Соня мысленно помогает напарнику, и вот уже вместе они бегут к выходу. Пять секунд до конца. Замок наконец поддается, и вот она, свобода. Ребята, благодаря чему вы прошли этот квест? Своей логике? Сообразительности? Или же все-таки благодаря друг другу и своей половине? Ну, я думаю, благодаря Софье она первую подсказку нашла. Ну, и Евгений тоже не отставал. Мы как-то вместе, у нас один другой, один другой. В итоге вот она получилась. За хорошо спланированный и успешно реализованный побег два балла в зачет пары Жени и Сони. Последними к побегу приступили Андрей и Юля. Смогут ли участники решить головоломку и открыть дверь, или же останутся с нулем баллов? Ай, как сложно. Ничего? Не, не, не надо. Нет, нет. И правильно. Без подсказок куда интереснее. Мозг должен работать по максимуму. Прошло буквально несколько секунд, и вот последний ключ в руках у Андрея. Свобода, свобода, да. Это было невероятно сложно. Как вам тайны Гоголя? На самом деле было очень круто. Мне сильно понравилось. Вообще очень интересно, захватывающе. Такое ощущение, что реально мы сидим в тюрьме, и надо выбраться быстро. Надо решение принять. Для города Кургана вообще на самом деле очень интересный. Такой аттракцион. Как это по-английски говорят, experience. Очень крутой. Сильно понравилось вообще. Как бы советую всем попробовать, потому что это круто. А в чем возникла сложность? Вы чего-то не могли найти, до чего-то додуматься? Получается, да, много вариантов. Вроде много как подскажутся в комнате. Не знаешь, за какую схватиться. И в итоге-то в том и дело, что взгляд разбегается. Или за этот замок, или за другой открыт замок. В этом сложность вся. За уверенную и неоспоримую победу Андрей и Юля получают 3 балла. Для того, чтобы найти выход из комнаты от участников, всего-то требовалось включить логику и найти все подсказки и ключи. Разумеется, простым этот квест кажется только на словах. На деле возникает много вопросов. Сперва кажется, что выхода нет и что заперли тебя на полноценный срок. На самом деле, прохождение полной версии квеста заключения длится ровно час. И подсказки лежат на поверхности. Стоит только собраться с мыслями и преодолеть интеллектуальный аттракцион. По итогам двух испытаний на первом месте с 16 баллами в активе оказались Андрей и Юля, которые обошли лидеров прошлого испытания Дениса и Анну, у которых теперь 15 очков. Третье место с результатом по 10 баллов каждое делят пары Олег, Дарья и Иван, Настя. Ну и последними оказались Женя и Софья с показателем 8 очков. В последнем решающем испытании мы проверим вокальные данные наших участников и узнаем, кто доберется до финала с наибольшим количеством заработанных баллов, которые, ой, как пригодятся для получения заветной путевки на двоих. Смотрите выпуски проекта сети Амура ежедневно по будням 18.30 на телеканале СТС, кабельном канале Курган.ру и одноименном сайте. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин